В Хантамасийске дали старт региональному турниру по фехтованию «Югорский батман». На соревнования приехали спортсмены из Югры, Екатеринбурга и Тюмени. Это мальчики и девочки в двух возрастных категориях. Соревнуются юные фехтовальщики в дисциплине «Рапира». В чем особенность этого вида спорта и как девочки попадают в фехтование, расскажет мой коллега Дмитрий Пришвицин. На соревнованиях по фехтованию побеждают спортсмены, у кого в руках пистолет. И речь сейчас идет не о огнестрельном оружии, а о форме ручки. Дело в том, что более опытным спортсменам дают попробовать рапиру вот с такой вот изогнутой ручкой, которая по форме напоминает пистолет. Ее держать в руках удобнее и снаряд цепко держится в руке. Изначально ребенок, который приходит заниматься прекрасным видом спорта фехтования, ему предлагается французская ручка. После чего более удобная, более, скажем так, профессиональная, предлагается ручка под названием пистолет. Но, опять же, каждому спортсмену разные варианты ручек могут быть индивидуальны, поэтому спортсмен, которому не подошла ручка, пистолет, может вернуться смело к французской ручке. Сегодня здесь соревнуются девочки в возрастной группе от 12 до 14 лет. Вся борьба проходит на четырех фехтовальных дорожках. И если изначально на групповом этапе соревновались в одном раунде по две минуты, либо до четырех уколов, то вот в плей-офф у них уже начинается не только борьба на вылет, но и уже более серьезная работа. Проходят абсолютно все, неважно, сколько у тебя подбьет, сколько поражений. Проходит жеребьевка. После жеребьевки начинается олимпийская система, тур прямого выбывания. Бои проходят на 12 уколов, либо три периода по две минуты. Мальчики во многом приходят в фехтование из-за того, что берут пример с мушкетеров. А вот лично ты как оказалась в фехтовании? Я очень люблю читать литературу. Мой любимый писатель это Пушкин, он тоже занимался фехтованием. И я давно очень хотела попробовать. И потом я увидела фильм про мушкетеров и решила, что все-таки надо попробовать. И вот, мне понравилось, я решила остаться. По итогам этих соревнований спортсмены могут получить спортивный разряд. Речь идет о первом взрослом, некоторые даже могут претендовать на звание кандидата в мастера спорта. Дмитрий Пришвицин, Федор Тюменцев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.